Доброе утро, люди мои дорогие! 14 октября, город Днепр, и с вами опять я, Александр. Что у нас из новостей в городе Днепр? Первое, что хочу сказать, друзья, это то, что ночь прошла спокойно и тихо. Было две тревоги, но в целом все хорошо. Кто спрашивал меня в комментариях, зачем же ты рассказываешь, что у вас тихо, так я показываю людям, которые выехали отсюда, которые переживают за свои дома, за своих родственников. Это так, на всякий случай. Еще у нас интересное явление. Нет ветра. Пасмурно и нет ветра вообще. Я шел ни одна, ну, листья не шелохнутся. Вот реально. Посмотрите. Вообще ветра нет, вообще. Я всегда замечал, что хоть чуть-чуть, но ветер всегда есть. Но сейчас реально нет ветра. Но пасмурно. Еще с вечера затянуло облаками. Пасмурно. Солнца нет. Вчера хоть солнышко было. Понятное дело, что область обстреливают. Я не буду вдаваться в подробности туда. Но в целом в Днепре все тихо и спокойно, друзья. Это самое главное. Дай Бог, чтобы в других областях все было тихо и спокойно. Дорогие друзья, совсем забыл поздравить вас с праздником, удивительным праздником Покрова Пресвятой Богородицы. А удивителен он в том, что в основе лежит глубокое упование на милость Божью. Слово упование и есть надежда. Надежда в том, что в самую нелегкую минуту мы не оставимся без помощи Матери Божьей. Кроме этого, она всегда нас защитит и прикроет своим покровом. Я вас поздравляю с праздником Покрова. А также у нас еще празднуют сегодня День Защитника и Защитниц. С чем я вас всех и поздравляю. Всем спасибо за внимание. И на связи. С вами был Александр. С вами был Игорь Негода.